В Захаровском Доме Культуры много гостей. Юные художники, их родители-педагоги. Здесь состоялась церемония награждения участников окружного конкурса детско-юношеского творчества «Рождественская звезда». Мы рады, что таких ребят становится в нашем округе все больше и больше. Сегодня более тысячи ребят, участников. Призеров тоже очень много. Четырехлетняя Вероника с маминой помощью создала рождественский пейзаж «Домик в лесу». Рисовали акварелью, делали бумажные аппликации и получили в подарок такую красивую куклу, говорит мама участницы. Старшая дочь также участвует всегда и в «Рождественской звезде» в празднике, в конкурсе, и в пасхальном свете и радости традиционно. Ну и с младшей дочерью только в детском саду. Теперь мы тоже, родители, занимаемся поделками. Уже в девятнадцатый раз конкурс радует разнообразием представленных работ. Картины из бисера, поделки из природных материалов, цветной бумаги и мишуры. Ребята стараются изобразить все больше новых рождественских историй. Есть и история, сегодня Владимир Львович объявил, что среди бывших моих номинантов уже есть родители, которые пришли со своими детьми на этот конкурс и тоже получают. Ну, очень приятно и так вот, ну, понимаешь, что это, ну, такой не вновь организованный какой-то, ну, типичный, может быть, какой-то конкурс, а это, ну, во-первых, поддержка наших православных традиций. 120 человек получили свои заслуженные награды, в том числе специальные призы главы Одинцовского округа, гран-при, благодарственные письма, дипломы. Рождественская звезда продолжит радовать жителей в следующем году, а конкурсные работы этого года можно увидеть на выставке в Захаровском ДК. Екатерина Крамор, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.